Идиллия вампиры и люди живут в современном мире, соблюдая негласные правила перемирия, но это были неправильные вампиры, поэтому не делают неправильный мир. Привет, это обзор на фильм «Клыки ночи». Мы с тобой разберём всё от начала и до конца, если готовы нам начинать. Сюжет фильма простый, в нём есть большие дыры, которые не были достаточно широко раскрыты. Без деталей глубины, но мне бы хотелось начать с актрисы Миссуини Меган Фокс. Это всё, что нужно, чтобы вытащить любой фильм, независимо от того, насколько он плох. Но ютубчики не так хорошо скупердя и зажали бабло. Большегрутые актрисы их нанялись создателем фильма всего на одну ночь. Парой секунд в фильме этого явно не хватило, их богатый внутренний мир остался нераскрытым. Эти девушки совсем не второсипенные персонажи, у них обеих огромные потенциалы. Прекрасные актрисы играют боссов вампирских кланов, у них есть амбициозный лакей Виктор Гринджой, который решил нарушить правила, с ним нельзя договориться. Он сделал первый шаг и уже нет пути назад. Враждовать на два фронта ему не привыкать. Развивца войну с людьми, которых не удалось переманить, отличный тактический ход, страсти и интриги. В это время весятся пильные вампирши и проливают кровь на вечеринке. Действие этого фильма происходит в современном Лос-Анджелесе, где пять чрезвычайно богатых лидеров вампиров тайно контролируют город при поддержке нескольких коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Вампиры, оказывается, существуют, но они держат свое существование в секрете. Они тайно правят миром. Жизнь в открытом мире дает орден людей, с которым 200 лет назад был заключен договор. С очень странными правилами не нападать на людей и не заходить в один из районов города. Этот фильм пытался быть крутым. Убить сверхбыстрых вампиров пытаются из-за арбалета. Почему арбалеты? Потому что не остались на складе Игры Престолов, у меня нет ответов. Завязка фильма проста. Перераспределение богатств. Главный злодей Виктор хочет настоящей власти, хотя непонятно, чем его не устраивает текущий ход вещей. За одну ночь ему нужно устранить всех могущественных боссов вампирского мира. Всего их пять. Успеть нужно до рассвета. Почему непонятно? Для выполнения этого плана он хотел нанять водителя лимутина Джея. Но тот отказался и поплатился. Виктор похищает его девушку Марию. Для чего остается загадкой. Хотя нет, по логике Виктора должен был захотеть отомстить. Расправиться с конкурентами, оставив Виктора на конец. Заговорился не на конец, а Дабакер пусть будет на конец. На следующую ночь после похищения Виктор нанимает овостом у Джея водителем для своих привлекательных девиц. Зои и Блэр. Чтобы после того, как он их всю ночь прокатает, они могли его убить. Зои 200 лет, Блэр примерно под 100, молодые красотки на службе стали участницами хитроумного плана, в котором они все в итоге просто проиграли. Джея оказался расстроен, он хочет найти и уничтожить похитителя, плохо пахнущего злодея Виктора. Поэтому нехотя отдает работу в такси младшему брату Бенни. Нелепая ситуация, случайность, которая перевернула все замыслы. Брат оказался не так хорошо подготовлен и не знает о существовании вампиров. Джея поленится ему об этом рассказать. Бенни весь фильм катает вампиров по клубам, но чем они там действительно занимаются, он даже не догадывается, пока случайно. По своей глупости не становится свидетелем произошедшего. На этом бы все и закончилось, но он влюбляется в Блэр и начинает ей помогать в мелодраме безлюбовной линии две девушки «Вампирский человек» против пяти могущественных кланов. Если они такие богаты, то наняли бы наемников людей, не было бы проблемы. Этот фильм был крутым и неудачным, теперь фильмы о вампиров для меня неоднозначны. Я хорошо провел время за просмотром, но объективно клишированное проходное кино так себе на любителя. Про персонажей ничего не известно. Кроме тусклых рассказов, киновселенная раскрыта только на словах, в которые ты просто должен поверить, чтобы сюжет мог существовать. Не советую от него ничего ожидать. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео. Если ты это досмотрел, ты молодец. Это правда была какая-то жесть, честно. Под конец я очень сильно устал, я просто, скажем так, вымотался немножко. Надеюсь, ничего страшного. Смысл фильма, я думаю, уже понятен и ничего в нем сложного нет. Тут вообще нет какого-то сюжета. Никаких твистов или, как это говорится, там, таспенсов. С самого начала все прекрасно понятно и читается. Кто выживет, а кто не особо. Фильм простой, в нем сплошные клише. И, господи, даже не знаю, что сказать. Надеюсь, в следующий раз у меня получится лучше. Но в любом случае я буду стараться, поэтому огромное спасибо, что посмотрел. Это очень приятно. Подписывайся на канал. Комментарии всегда открыты. Пиши, например, какой следующий обзор ты хотел бы увидеть. Ну что, все, спасибо. До скорых встреч.